Привет и добро пожаловать на канал. Я Джискиран, а это моя жена Настя. Привет. Мы сейчас будем смотреть... Клоны ищут работу. 13 карт. Анимация с канала... Феникс Анимация. Давайте посмотрим. Я не знаю, что ожидать. Уже ожидать. Ожидать на самом деле. Данный мультфильм это не каноничные приключения героев земли королей. Приобрести оригинальный комикс и поддержать автора можно по ссылке в описании. Уже вышла печатная версия. Ну и если вы вообще не в теме и хотите ознакомиться со вселенной, все материалы там же внизу. Комикс читается где-то минут за 15-20. Ну, в общем-то, вся вот эта вот информация, что была сказана, будет относиться и к этому видео. Я оставлю ссылки для тех, кого заинтересует история. Им там можно и онлайн прочитать и купить. Кому как удобно. Привет. Знаешь, как-то комната занята. Ребята, вы чего вещи раскидали? А мусор почему никто не вынес? Мы не заняты. Это, по-моему, я домой пришел, да? Че за фигня? Что значит заняты? Это что получается? Живете в моей квартире, значит, едите мою еду, пользуетесь моим электричеством. А что я получаю взамен? Позитив! Мудрые советы. Геморрой в заднице! Нет! Хотя... Вару был бы... Слушай, это как будто наши коты, на самом деле. Ну, кстати, да. Почему никому из вас не пришло в голову помочь мне? У меня есть куда более важные дела. Ууу! Так, знаете что? Что? Мне это надоело. Чтобы весь беспорядок, пока меня нет, был убран. Фелик засташиваю. Кажется, Федя выглядел расстроенным. Надо сделать что-то особенное, чего он не ожидает. Мы устроиться... Может быть, да, банально просто уберетесь? На работу! Устроиться на работу? Как ты себе это представляешь? Нереально. Мы клоны, которые появились из ниоткуда, и даже не являемся гражданами этой страны. Следовательно, никакой здравомыслящий человек не примет нас на хорошую работу. Только если нелегально... Нелегально? Ну уж нет, я лучше пол подмету. Зонтик. Ну это же во имя добра. Разве ты не хочешь помочь Федору? Так, он же попросил просто убраться. Да, но устроиться на работу куда лучше. А еще он оставил меня за главного. Так что это не просьба. Допустим, мы согласны. Но где ты найдешь работу для всех нас? За это не беспокойтесь. Я что-нибудь придумаю. Фастфудню? Ну да. Так, сегодня ваш первый день. И вы должны постараться на славу, чтобы остаться на этом месте. В вашем положении это самая престижная для вас работа. Поэтому если кто-то будет отлынивать от своих обязанностей, тут же вылетит из дверей этого здания. А теперь мне пора по делам. И даже не вздумайте чего-нибудь натворить, пока меня не будет в ресторане. Гениальная идея нанять кучу людей, не обучить их нифига, просто сказать, не накосячьте и уйти куда-то. Это же мультфильм. У вас есть. У вас есть. Ух, если человек живет благодаря питанию, значит сейчас я имею над ним огромную власть. Положить котлету на булочку, потом оплеснуть соус, добавить салат. Ха, только глупец будет следовать этим правилам. Гений же установит свои. Было же все нормально. Феликс, что ты делаешь? Добавляю сахар в газированные напитки. Дурашка, ты что, рихнулся? Зачем тебе это? Как зачем? Сахар это дофамин. Дофамин гормон счастья. Значит, чем больше сахара, тем больше счастья! Нет. Ты знаешь, лапки. И я на кассу. Привет. Что-нибудь закажешь? У меня не сутковое кафе. Да, у них походу у всех эти, свои эти есть, бзики, так сказать. Ну да. Добрый день, а скажите, у вас в маффинах много сахара? Хм, точно не больше, чем в автомате с напитками. Чего? Ничего, скидку хотите? Хочу, а что надо сделать? Просто оставь на этом листочке свой номер телефона. Интересы свои напиши, какие цветы им нравятся. Так, по-чистому, прямо по-чистому. Извините, что отвлекаю. Не могли бы вы поставить нашему заведению оценку? Хм, а почему бы и нет? Ты что, решил поставить три звездочки? Ты же понимаешь, что от этого возможно зависит моя зарплата, да? Хм, это вы здесь консультант? Не знаю, наверное. Хочу доложить, что ваш коллега только что нагрубил меня. А от вашей колы у меня чуть не случилась инсулиновая кома. А почему он мой коллега? Что? И кто такая инсулиновая кома? Разъясните все немного яснее, пожалуйста. Обкуренной, что ли? Сэр, не выражайтесь при детях. В принципе, уровень интеллекта, как у среднего консультанта в каком-нибудь салоне сотовой связи. Ну, кстати, да. Есть дети? А вдруг я тоже ребенок? И вы тоже? Ребенок. Ваш заказ, сэр. Благодарю. Только прошу вас, не торопитесь принимать пищу. Я провел небольшое исследование. Продукты в этом заведении просручены на 6 дней, котлеты сделаны не из натурального мяса, а сами бургеры содержат критическую дозу транжиров для организма. А это, я еще молчу про плутамат натрия, который не добавляет во все тортики. Ух ты. Хорошо, когда кто-то делает за меня мою работу. Что это такое? А, здорово. Я опаздываю. Спалили. Спалили, точнее. Его работа на работа не покупатель. Да, да, ресторанный критик, типа того что-нибудь. Понятно, что когда уже будет моя очередь. Грубиян, лучше бы пропустил девушку перед собой. И вообще, не видишь, что я разговариваю с дамой. Так, какие-то фильмы предпочитаешь. Детка, почему так долго? Да, этот кассир вынуждает меня пойти с ним на свидание ради скидки. Ой, нет, вы все не так поняли. Ох, боже мой, что же вы, ребята, натворили? Просто катастрофа какая-то. Воз придет уже с минуты на минуту. Представляешь? Возможно, хорошо, что они не убирались в квартире. Да. Эти идиоты согласились работать без договора и медстраховки. Да еще и за сущие копейки. Ладно, мне пора. До скорого. Сейчас тебе это аутница. Кто намазал пол тефлоновой смазкой? Табличка есть, все честно. Что? Что они сделали с моим рестораном? Да я этих мелких гаденышей сейчас в клочья разорву. Простите, но думаю, у вас сейчас такой возможности не будет. А, на самом инспекции, вот. А, вот, да, да. Инспекция, давно уже за вами наблюдаю. Вы, к тому же, еще и наняли несовершеннолетних подростков. Пройдемте со мной. О, 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 э, ну, я ни в чем не виноват. Это все эти, эти... Ну что, ребята, как думаете? Мне кажется, мы постарались на славу. Еще бы. Мы не получили нашу зарплату, чуть не спалили ресторан. Да еще и вы притащили домой эту кучу вредной жирной пищи. Да, получается, что мы сегодня поработали за еду. Ха-ха. Уп. А убраться они так и не убрались. Ну, может, она к лучшему. Ну, с учетом того, как они работают. А, да. Это к лучшему. О-хо-хо-хо-хо. Ничего так прикольненько. Любопытно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось и было интересно. Не забывай про ссылки, если тебе понравилось и интересно и хочется что-то еще в этом роде по этой вселенной. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok